Компания Silvio Berlusconi Communications В фильме Эдера В фильме снимались Сюзанна Беккер, Марина Берти, Марина Джулия Тавали, Барбара Суписти, Никола Фарон, Джакомо Фурия, Джани Гарко, Фернандо Илбек, Мария Розария Амаджо и другие. Автор сценария Джованни Симонелли Оператор Пьер Луиджи Санти Композитор Амедео Минги Продюсер Джулио Ломбардо Режиссер Фабрицио Коста Третья серия Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Вы меня не помните? Я у вас на днях покупал платок, помните? Манекен Потом вы упали А, да Я вас слушаю Платок не подошел по цвету и моя мать хотела бы зайти к вам поменять его, это возможно? Конечно Мне только нужно имя Андреа Нет, Андреа это меня так зовут, а маму Лиона Сатти Послушайте Я пришел еще и потому, что хочу извиниться, что напугал в тот раз Не стоит, я сама была виновата Нет, нет, это я виноват, уверяю вас Прошу вас Я хотел бы как-то загладить свою вину Не могли бы мы встретиться где-нибудь в другом месте Это ни к чему Только не подумайте, что я к вам пристаю как к первой встречной А разве не так? Нет, нет Вы не первая встречная С прошлого раза я все время Послушайте, я очень занята Скажите, когда мы увидимся, завтра, послезавтра, когда захотите Прошу вас, я же на работе Скажите, когда, я сразу уйду Может быть, послезавтра? Андреа Послезавтра восемь, хорошо? Клавдия Что ты здесь делаешь? Я зашел предупредить, что моя мать придет поменять платок Ты все еще на меня сердишься? Нет Я очень хочу, чтобы ты меня простил Знаешь, на вечере было так весело Жаль, что ты не пришел И я уверена, мне удалось бы убедить тебя, что я не такая уж плохая Давай забудем эту историю Извините, чем я могу вам помочь? Я хотела бы померить то черное платье, что у вас в витрине Забудем? Значит, ты хочешь и меня забыть? Да нет, что ты Мы наверняка скоро увидимся А сейчас, извини, я должен идти Я с тобой Сеньорина, ваше платье Я передумала, в другой раз, спасибо Пока, Эдера Пока, Чинце До свидания Желаю вам хорошо пообедать Твоя мать потрясающая женщина Я же тебе говорила, он появится Да Ну и как? Он хотел назначить мне свидание Свидание? Значит, ты ему действительно нравишься Все идет прекрасно И что ты ему ответила? Мне пришлось согласиться Сеньора Бенти была рядом, да еще эта девушка Не дури Ты заметила, как он смутился, когда она вошла Ты рада этому свиданию? Я на него не пойду Что? Я сказала, что никуда не пойду Подожди минутку Давай закроем, а потом ты мне спокойно объяснишь, почему ты так решила Привет, красавица Привет, красавица Что это ты меня сегодня называешь дурашкой? Чем я провинился? Ничем дурашкой Вот так-то лучше Я потом зайду Хе-хе-хе А теперь объясни мне, пожалуйста, почему ты не хочешь идти на свидание? Может не из-за той или девицы? Из-за того, что она его поцеловала? Пусть он целуется с кем хочет Мне все равно Неужели ты не понимаешь? Да она все делала для того, чтобы вызвать в тебе ревность А почему? Потому что она хитрая А ты наивная Ты же видишь, с какими девушками он знаком Наше свидание ни к чему хорошему не приведет Ты что, забыла, кто я? Я ничего не забыла Но мне кажется, мне кажется это смешно Не создавай себе проблем на ровном месте Эдера Он ведь тебе нравится Очень Тогда ты должна с ним встретиться И поговорить Рассказать ему о себе И посмотреть на его реакцию Попробуй Ты права, наверное Но сейчас я ничего не могу решить Не хочу есть С влюбленными это часто бывает Мне надо немного побыть одной Ничего, если я пойду прогуляюсь Да ради Бога Расплатись за обед, потом я с тобой рассчитаюсь Да уж непременно рассчитайся Вот действительно, влюбилась до ума помрачения Боюсь, что так Здравствуйте Здравствуйте Скажи, пожалуйста, что с тобой? Ничего Валерий, я твой брат и хорошо тебя знаю Мы же обедаем Мне кажется, тебе не до еды Ты прав Ты прав Так что же случилось? Хорошо Я хотел после обеда, но, пожалуй, скажу сейчас Что-то серьезное? Да У меня прекрасная новость, но она меняет всю мою жизнь У меня кажется, есть дочь Что? Что ты сказал? Одна женщина из деревни, Мария, не знаю, помнишь ли ты ее Сказала Матильде, что Биянка вместе с новорожденной девочкой за несколько дней до смерти ночевала в ее доме Вот это да, похоже на историю из романа Совершенно верно Когда Матильда мне это сообщила, я сначала не поверил Но где же гарантия, что все это не бабье сплетни? Леона Нет, сэр, же Леона права Поэтому я и хочу проверить эту информацию Обязательно, Валерий Я знаю, как Биянка тебя любила И она наверняка сказала бы тебе о ребенке, понимая, как это тебя обрадует По всей видимости, у Биянки помутился рассудок А если это правда, что ты будешь делать? Все, что потребуется, только бы найти дочь, я готов земной шар перевернуть Знаешь, не пойми меня превратно Но я считаю, ты не должен строить иллюзий Ведь прошло двадцать с лишним лет И тебя может постичь тяжелое разочарование Нам бы этого не хотелось Я тебе очень признателен, Леона Но постарайтесь и меня понять Как это для меня важно Найти свою дочь, уже должен быть совсем взрослой Тогда моя жизнь обретет совсем иной смысл Конечно, Валерий, мы тебе поможем Спасибо, но наших усилий может не хватить Я хочу поручить розыск профессионалам Сегодня придет представитель сыскного агентства Я хочу попросить тебя, Сержио, побыть на работе вместо меня Я не могу отлучиться из дома Конечно, не беспокойся А теперь вы меня извините, я должен немного отдохнуть Денек сегодня тяжеловат для моего сердца Валерий, Можешь рассчитывать на меня Я знаю, старина Спасибо Потрясающая новость Будем надеяться, она не обернется горьким разочарованием Какой же ты дурак Я не верю ни слову из того, что сказала Матильда Но Валерий собирается все проверить Конечно Но что тебе до Андреа? Он же не твой сын Андреа? Причем тут Андреа? Не догадываешься? Что будет, если Валерий найдет свою дочь? Ты над этим не задумывался? Я тебя не понимаю Тогда Андреа Не получит ничего из наследства Валерий Леона Его дочери отойдет все Фирма, деньги и этот дом Нам ничего не останется И это после всех тех жертв, которые мы принесли Жертв? О каких жертвах ты говоришь? Валерий всегда давал нам возможность жить по-царски Чего тебе не хватало все эти годы? Послушай, я не хочу с тобой больше говорить Ты никогда ни в чем со мной не соглашаешься Ну, как можно с тобой соглашаться, когда ты несешь полнейшую ерунду? Ладно, хватит Счастливо Никто не знал, что моя жена беременна, когда она ушла из дома Я вам уже говорил, в каком я тогда был состоянии Она считала, что я не выживу И из-за этого у нее помутился рассудок Понятно И теперь вы хотите отыскать свою дочь? Прошло 20 лет, да? Я не говорю, что это невозможно, но весьма непросто О расходах и гонораре не беспокойтесь Я не беспокоюсь Розыск – это моя профессия Однако бывает, ищешь ищешь, но ничего не находишь Но в вашем агентстве мне сказали Многоуважаемый сеньор, я владелец агентства Не подумайте, что я хочу отказаться от вашего поручения Однако считаю своим долгом предупредить, что нам придется столкнуться с большими трудностями Я вам очень признателен за вашу откровенность, но намерен идти до конца Это задаток Если в процессе поисков возникнут непредвиденные расходы, дайте мне знать Ну, хорошо, согласен Берусь за ваше дело У вас есть фотографии, сеньоры? Желательно, из последней Да Красивая женщина Она была очень красива Когда вы начнете? Немедленно И я вам обещаю заняться этим лично Дело серьезное, и я не хочу перепоручать его кому-нибудь из своих подчиненных Благодарю вас Ну что ж, мне кажется, мы обо всем договорились Не беспокойтесь, я вас буду ежедневно информировать Хорошо Что прикажете? Матильде, проводи, пожалуйста, сеньора До свидания, до свидания Пойдемте Сеньор Валерио Ничего страшного, просто я немного устал Ничего, если я не пойду вас провожать, вы ведь и сами найдете выход Ради бога, не беспокойтесь Сеньор Валерио, вам необходимо прилечь Послушайте, мне надо с вами поговорить Со мной? Конечно Что вы стоите, проходите Проходите, садитесь Я бы хотела познакомиться с владельцем вашего агентства Сеньора, я и есть владелец Хорошо, это многое упрощает Вы разговаривали с моим деверем, не так ли? Да, но, знаете Дайте мне договориться Нет, спасибо Вы поняли, в каком он состоянии? Он очень больной человек Помимо ног, у него плохие дела с сердцем И это глупая история с его дочерью Он ведь вам поручил ее разыскать Извините, сеньора, но это профессиональная тайна? Тайна-тайне рознь Я ведь ему не посторонняя Здесь поставлена на карту жизнь человека Согласен, но у меня задание И... Что вы об этом думаете? Думаю, что это трудная работа И, как я уже сказал вашему девелю, я ничего не могу гарантировать Прошло столько лет Сразу видно, вы серьезный здравомыслящий человек Мы с мужем считаем, что дурная весть может иметь для него непредсказуемые последствия Прямо скажем, трагические Но что я могу поделать? Я взял на себя обязательность Достаточно будет, если перед тем, как информировать моего девяря Вы прежде обратитесь ко мне Мы все взвесим И решим, говорить ему или нет В каких-то случаях мы сможем, так сказать, подсластить пилюлю Сеньора, вы забываете одну деталь Я получил задание от вашего девяя И это он мне платит Ну, если все дело в этом, так я вам тоже заплачу Тогда у вас будет обязательство и передо мной Этого достаточно? Совершенно верно Да чего же это разумно, учитывать состояние здоровья вашего девяяя? Я об этом и не подумал Сеньора, я вам искренне восхищен Пожалуйста, без сарказма Итак, мы договорились Безусловно, я буду информировать вашего девяя только после консультации с вами Вам не придется раскаиваться Я никогда ни в чем не раскаиваюсь А теперь подождите минутку Посмотрю, чтобы в коридоре никого не было Не хочу, чтобы кто-нибудь знал о том, что мы с вами беседовали Идите скорей Что у меня с кожей творится? Если так дальше пойдет, я скоро буду похожа на старуху Ты просто устала В магазине так много работы Может, ты и права Ну, скорее всего, мне надо сменить круг знакомств И подружиться с людьми, у которых есть все В яхте, виллы на море, в горах Хорошо бы выйти замуж за человека, который позволил бы мне отдыхать Но по меньшей мере, 365 дней в году Чинце Да Что мне делать? Я тебе уже сказала Как ты не понимаешь, я впервые иду на свидание Ни о чем подобном я раньше и подумать не могла Я уверена, что опозорюсь Не волнуйся, женский инстинкт тебе поможет У меня ничего не получится Все у тебя получится Наша сила в нашей интуиции Мне бы твою уверенность А мне бы такого красивого парня, как у тебя И влюбленного в меня Это только ты считаешь, что он влюблен Я тебе сказала, что он еще придет, и он пришел А теперь я говорю, что он влюблен в тебя Могла бы с большим доверием относиться к моим словам Спокойной ночи Спокойной ночи Приятных сновидений Вот увидите Когда мы завтра придем на переговоры Они постараются поднять цену Но это же они сделали предложение Как же они могут придумать? Предложение это еще не контракт К тому же мы имеем дело с людьми опытными Изворотливыми Стоит нам согласиться с их ценой Они тут же думают, что могут получить больше Сейчас при продаже участков торгуются так же, как раньше торговались на ярмарках Так что же будем делать? Что бы вы сделали? Я бы сказал, что эта сделка меня больше не интересует И пусть участок остается у них Но нас очень интересует этот участок Что же тогда делать? Нападем первыми Каким образом? Воспользуемся вот этим Это техническое описание участка Перечислим ряд недостатков И попросим сбавить цену Посидим здесь Часов до десяти А не опоздаем? Да нет Пусть подумают, что мы не особенно спешим заключить с ними сделку И в этом будет наше преимущество, извините Казираги слушает Да, он тут Минутку Это вас Я выйду? Нет, нет Передайте, пожалуйста, трубку Да Это я Привет, Клауди Как дела? Хорошо, не помешал? Нет, нет Послушай, у меня предложение У нас есть дом на берегу моря В Пунта Стила Знаешь, где это? Конечно Тогда ты должен знать, что это великолепное место Да, красивое Мои сейчас реставрируют этот дом И я решила туда наведаться И что же? Ты мог бы поехать со мной Проведем там уикенд А в понедельник утром вернемся Но Знаешь, я все переживаю из-за того вечера Не стоит Я бы хотела как-то оправдаться перед тобой Тебе не в чем оправдываться, Клауди Да и я был не совсем вежлив Вот видишь, это будет великолепная возможность помириться Зачем нам мириться? Мы ведь не ссорились Я прошу тебя, не переживай, я знаю свою маму И все же, я себя чувствую виноватой? Если кто-то и виноват в этой истории, так только она Вечно она лезет в чужие дела Надеюсь, мы все-таки останемся друзьями Конечно Если бы не срочная работа, я бы с удовольствием принял твое приглашение Жаль Значит, ты никак не можешь освободиться? Нет, не могу Ну вот видишь, у нас еще не раз будет возможность встретиться Ну ладно, закончим на этом Созвонимся Неприятности? Эту девушку мне упорно навязывает моя мать Она и правда очень красивая Но меня совсем не интересует А кто вас интересует? Не знаю Чинце? Да? Тебе нравится? Конечно На тебя оно будет очень хорошо смотреться Ты будешь просто неотразима, он не устоит Чинце Покажи-ка Достаточно открытая, но не слишком В меру обтягивающая Если увидев тебя в нем, он не остолбенеет, значит у него плохое зрение Почему ты все время надо мной смеешься? Вовсе я над тобой не смеюсь, глупенькая Просто я рада, что ты решилась пойти на свидание Я все еще сомневаюсь Опять начинаешь Оставь свои сомнения Слушай, если ты решилась пойти, то должна быть очень красивой И сразить его на повал Бедная Андреа Ты, кстати, знаешь, кто его мать? Брат ее мужа владелец крупной фирмы, занимающейся недвижимостью Я видела по телевизору рекламные ролики в компании «Счастливая» Твой первый парень такой богатый Ну вот, опять меня начинают мучить сомнения Только из-за того, что он богат? Тебе что, доктор прописал найти нищего голодранца? Нет, но Но, но, но Ты ведь его нашла, не просматривая декларации о доходах Он тебе подвернулся случайно, когда ты танцевала вальс с манекеном Ты упала и покорила его, так ведь? Ну хорошо Привет, Клауди Привет, Лена А я как раз тебе звонила, мне сказали, ты ушла Рада тебя видеть Я была тут неподалеку и решила зайти Не помешала? О чем ты говоришь? Что мы стоим в дверях, проходи Хочешь что-нибудь выпить? Нет, спасибо Так о чем ты хотела со мной поговорить? О твоем сыне Знаешь, мне кажется, мы зря теряем время Клауди Клауди, ты иногда ведешь себя как школьница Объясни мне, откуда вдруг такой пессимизм? Андрея обо мне и слышать не хочет Женщина всегда знает, как ей надо вести себя с мужчиной Если он ее интересует Конечно, он меня интересует И то, что ты занимаешься участками моего отца, тут совершенно ни при чем Я никогда и не думала, что это взаимосвязано Я только хочу, чтобы у Андрея появились новые знакомства Ты права, извини Дело в том, что случилось то, о чем ни ты, ни я не могли предполагать Я влюбилась по уши в твоего сына Ну и что же тут плохого? Чего лучшего я могу желать для Андрея? Нет, ты, наверное, не поняла Но я-то совершенно не интересую Андрея Клауди, вы же виделись всего пару раз Мне кажется, ты зря паникуешь Ты пробовала признаться ему в своих чувствах Будь с ним так же откровенна, как со мной Постарайся и увидишь, он не устоит Я в этом не уверена Ты, должно быть, что-то скрываешь от меня? Дело в том, правда, я не уверена На днях я его встретила в магазине Он заходил предупредить, что я собираюсь прийти поменять плато, которое он мне подарил Да, я знаю, но я видела, как он шептался с одной из продавщиц Я же тебе сказала Он наверняка объяснял ей Но он так смутился, когда я его окликнула А почему ты мне об этом сразу не сказала? Потому что сначала я не передала этому значения А потом... Но, может быть, ты ошибаешься Я была бы рада ошибаться, но он меня избегает Я ему позвонила, предложила провести вместе уикенд на море Но он очень вежливо отказался По-моему, у него на уме другая Но ты полагаешь, это продавщица Не хочу даже думать, что он так низко опустился Ты бы на нее посмотрела Очень красивая Такая красивая, что я бы ее убила, будь она проклята Я обязательно поговорю с Андреа Нет, это будет большой ошибкой Ошибкой будет не помешать ему Он совершеннолетний и вправе делать то, что хочет Не с него надо начинать Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать В общем, мы должны устранить ее Но только чтобы Андреа ничего не знал, иначе мы все испортим Для начала надо проследить за этой девчонкой Узнать, встречается ли она с ним, а может быть, еще с кем-нибудь У меня есть идея Сыщик Некий Манетти Он сейчас работает на моего девере по одному очень деликатному делу А как мне связаться с этим Манетти? Я тебе дам его телефон Ты наймешь его, и он установит за ней слежку Только ни в коем случае не называй моего имени А у него получится Он надежный человек, знает свое дело На него можно положиться Пока он ведет себя очень достойно, потому что любая информация, которую он добывает Сначала поступает ко мне, а уже потом к Валерию Что ты там опять затеяла? Ты меня иногда просто пугаешь Сделай, как я тебе говорю, и потом ты мне скажешь спасибо А теперь мне пора Я должна быть вовремя дома, у меня как раз свидание с Манетти Как только ему дозвонюсь, я тебе сообщу Пожалуйста, обо мне ни слова Скажи, что нашла его по объявлению в газете Не беспокойся Пока Пока Международное сыскное агентство Манетти Минутку посмотрю, здесь ли он Синьор Манетти Синьор Манетти Синьор Манетти Манетти слушает Слежка? Да, конечно Не могли бы вы назвать свое имя? Клаудия Де Ренсис Простите, какого рода слежка вас интересует? Чтобы знать, сколько человек я должен задействовать Нужна нам машина или нет? Нужен ли фотограф? Понимаете, синьора, мы должны определить цену Нет, нет, не беспокойтесь Даже если мы загружены работой, у нас достаточный штат сотрудников Мы работаем круглосуточно Когда мы можем встретиться? Да прямо сейчас А, уже поздно Тогда когда же? Завтра в три Подождите, я посмотрю Синьорина, календарь, пожалуйста Вам повезло У меня как раз есть свободный час Дайте мне, пожалуйста, ваш адрес Так Прекрасно До завтра, до завтра Два заказа за одну неделю Даже три, считай, синьору Сатти Если так дальше пойдет, я опять смогу регулярно питаться О, блаженные времена ресторанов Официант Официант Закуску ассорси Вермишель с моллюсками Бештекс по-фаренциски Жареную рыбешку Фрукты, вино, сладости, кофе Да, кстати, о кофе Так и знала Это уже не кофе Значит, ты собираешься встретиться с молодым человеком, о котором абсолютно ничего не знаешь Но я уверена, что он хороший Ну, если это ты говоришь С твоим опытом общения с мужчинами Нет, я не хочу бросать тени на твоего прекрасного принца Я не говорю, что ты не права Просто меня немного беспокоит твоя неопытность Все-таки будь крайне осторожна Но мы собираемся просто куда-нибудь ходить Может быть, по ужинам поговорим Девочка моя Мне трудно осознавать, что ты стала взрослой Впрочем, когда я решила, что ты должна покинуть монастырь и жить своей жизнью, я предвидела и это Любовь Я надеюсь, это настоящая любовь Во всяком случае, первая любовь А первая любовь не забывается Постарайся ее сохранить Это было бы прекрасно Желаю тебе этого от всего сердца Главное, будь с ним откровенна Веди себя естественно Ты должна ему нравиться такой, какая ты есть Больше я ничего не могу посоветовать Я ведь монахиня Я только одного боюсь Чего же? Если я ничего не должна от него скрывать, мне придется рассказать, что я сирота Конечно Думаю, ты должна сказать ему правду Но как он к этому отнесется? Ты не виновата в том, что ты сирота И должна сказать ему все как есть Если ему это не понравится, значит тебе нечего тратить на него время А главное, растрачивать такое прекрасное чувство, как любовь Что же еще я могу сказать? Сердцем я с тобой Спасибо Надеюсь, ты мне потом все расскажешь Я ведь тебе вроде матери и вроде подруги И мне это интересно А теперь ступай, у меня уйма дел Все До свидания Об этой девушке я хочу знать все Чем она занимается, с какими мужчинами встречается Для этого требуется круглосуточная слежка В три смены по восемь часов три человека Сами понимаете, расходы немалые На этот счет не беспокойтесь Хотите ежедневно получать информацию? Обычно мы ее сообщаем сначала по телефону А потом направляем более подробный письменный отчет В случае особо важных новостей Мы стараемся немедленно связаться с клиентом Очень хорошо Если меня не окажется дома, запишите на автоответчик С сегодняшнего вечера эта сеньярина будет находиться под самым строгим наблюдением Можете не беспокоиться, мои люди очень надежно Хорошо Жду от вас новостей Вы их получите? До свидания Всего хорошего Вот, возьмите Спасибо, до свидания Заходите Я хочу позвонить и записаться к парикмахеру Ничего, если я уйду пораньше О чем ты говоришь? Мне еще надо столько сделать Я уверена, ничего не успею И наверняка опоздаю к Андреа Это будет катастрофой Не волнуйся На первые свидания всегда опаздывают Это нормальное явление Иди, звони парикмахеру Ай, перо Будьте добры, сеньорино Джильи ЗВОНОК 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 Слушаю Да Кто ее просит? Сейчас она подойдет Сеньора, это вас Ваш друг Да Приветствую Простите, подождите минутку Я вас слушаю Хорошо? Отлично Замечательно Можете доложить то же самое, что и мне? Да Да что вы Не беспокойтесь, по-моему, вы прекрасно работаете Да Хорошо До свидания Сеньор Валерио, что вы делаете? Вам же нельзя курить трубку Матильде Есть новости? Да Нашему Манетти удалось найти больницу Мария была права Сеньора действительно родила ребенка Потрясающе Невероятно Да, но это только начало Теперь Манетти предстоит проследить путь Бьянки От рождения ребенка до дня своей гибели Молодец этот Манетти Теперь ему надо быть еще большим молодцом Самое трудное еще впереди Матильда права Манетти добрался даже до полицейских протоколов о происшествии Однако О ребенке нигде не упоминается Если бы она хотела Да простит нас Бог Если бы она хотела, чтобы девочка умерла вместе с нею Тело бедняжки обнаружили бы рядом Может быть она ее где-нибудь оставила У знакомых Я сегодня ночью так и не заснул Молодец Так-то вы бережете свое здоровье Смотрите, я вас когда-нибудь по голове ударю, чтобы заставить спать Так и знайте Помолчи немного Извините У меня не спалось И вдруг Мне пришла одна мысль Какая? Может быть это совершенно ни при чем Но Ты помнишь цепочку с кулоном В форме листочка плюща Ты подарил кулон Бианке при помовке Она его потеряла И нашла много лет спустя С тех пор Бианка с ним не расставалась А ведь кулона не было среди вещей, которые нам вернули Но ты еще ни о чем не говоришь Когда случилось несчастье, цепочка могла порваться И кулон затерялся Синьор Серджио прав Цепочка ведь была очень тонкая Если кто-то и нашел ее на земле на месте происшествия То мог ведь и взять Кулон был ценный Как знать Однако Бианка однажды сказала, что если бы у нее была дочь Она бы подарила ей этот кулончик Она сказала, что это символ счастливого долговечного брака И ты думаешь? Да Возможно, где-нибудь Двадцатилетняя девушка Носит этот кулон Не зная, кто ей его подарил Что он означает И что за ним стоит Да, у меня есть для тебя хорошая новость Звонил Казираги Сегодня утром они с Андрео впервые вместе заключили сделку И Казираги сказал, что Андрео вел себя великолепно Как будто он всю жизнь этим занимался Он очень увлечен работой Интересуется буквально всем Иногда он мне задает такие вопросы, что я, честно говоря, не могу ответить Не забывайте, что я тоже воспитывала этого малыша И когда взрослые ему говорили, что он слишком мал, чтобы понять то или это Он сразу бежал на кухню к Матинде И я старалась найти ответ на все его, почему, а их было много Он всегда что-нибудь спрашивал Так это он от тебя узнал, что детей находят не в капусте? Конечно Ну, молодец Я помню, как мы однажды заговорили о капусте А Андрео на меня снисходительно посмотрел и сказал Папа, неужели ты ничего не знаешь? И объяснил, почему у него нет братика Я растерялся, как дурак Я растерялся, как дурак Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Джульетта, ты готова? Роме, а у тебя уже, наверное, заждался? Эдара, в чём дело? Эдара! Ну скажи мне, Чинца и я... Да что с тобой? Ты не можешь идти в таком виде? Дай-ка я тебя приведу в порядок Я никуда не пойду Почему? Всё, что так хорошо Я не могу Этот кулон Листок плюща Не могу Не могу Как будто он мне хочет напомнить Что я сирота Эдара, мы с тобой уже говорили Почему ты делаешь из этого трагедию? Может быть, мои родители Больные Ненормальные А ну-ка прекрати немедленно говорить глупости Это не глупости Я не пойду на свидание Пусть думает, что я над ним подшутила Ты куда? Прогуляюсь Ты хоть слёзы вытри Конец третьей серии